последний день экспедиции к затонувшему судну на дне ладожского озера когда надежды на разгадку тайны не остается со дна от водолазов поднимается парашют с артефактами в этой коробке послание из 19 века но прежде чем его расшифровать позвольте представить вам главного героя безымянное судно которое по традиции как и всех пропавших без вести прозвали летучим голландцем ладожское озеро прямо под нами на глубине 35 метров затонувшая судно 19 века от одного маркера до другого от носа до кормы двадцать шесть метров метки нужны не для наглядности это линия жизни каждого водолаза в прямом смысле яркие веревки через темные воды ладоги ведут точно к судну к ним же на глубине крепятся запасные баллоны с воздухом на дне у водолазов будет всего 18 минут давай на объект пошел расстояние от поверхности воды до останков судна с высоту девятиэтажного дома сверху это сложнейшее погружение выглядит вот так два островка пузырей масштабах ладожского озера даже не точки молекулы так как ученые обнаружили это судно почему она затонула и какие еще тайны уже удалось раскрыть песочное дно и что-то лежит на песке прям отойдем от нашего голландца на несколько километров судя по картам где-то рядом находится банка на языке моряков мель если на дне покажутся останки других судов тайна раскрыта наш корабль получил здесь пробоину и затонул неподалеку включаем гидролокатор чем-то напоминает узи то есть люди тоже ультразвук звук тоже излучается на определенных частотах отражается от объектов и мы получаем свето-теневое изображение объекта вообще на ладоге мы он несколько раз ошибались уже думали корабль а оказалось это гряда камней по форме напоминающая корабль есть очень много выходов у скал там выхода как называется бараньи лбы такие заточенные водой такие круглые такие вот такие работы гидрографы проводят регулярно чтобы уточнить карты отметить опасные точки найти старые боеприпасы также обнаружили и голландца правда останков других судов рядом с банкой мы так и не нашли значит эту версию кораблекрушения отметаем но есть еще одна там на кормовой каюте полки уложены сеном может они спали на осеннем но это не кровати на них вот такой слой сена лежит и еще там был пожар борту это сто процентов потому что даже горело идет эти железки обгоревшие даже на носу крюк от лебедки он обгорело весь затонувшие судно парусное но с паровым двигателем а значит на борту мог взорваться котел и еще одна интересная деталь малярные кисточки это уже какая кисточка по счету на третий четвертый краска вот здесь или плесень зеленый краска скорее всего возможно палуба или все судно было зеленым или экипаж красил перевозимый груз или на борту были художники чем больше погружений тем больше вопросов говорит водолаз андрей петров судно загадка и российская империя и шведские вещи и финские говорят что корабли мертвые на где на самом деле они живые до сих пор и если упускает тебя в себе да дает разрешение тогда все идет кладко на самом деле а если не пускает тогда начинаются всякие проблемы то воздух уйдет то баллон отцепится руку поранишь и не дает работать я вот и верю это реально тогда а вот этот корабль он не не из тех кто ждет вас там ему не нравится чтобы там работать вы зачем этим занимаетесь это моя жизнь я больше ничего не умею но кое-что о себе судно уже рассказала нос и корма уцелели здесь же якорь и нечто напоминающие лебедку в трюм пока не попасть но это вопрос времени нужно разобрать завалы и главное шифр который раскроет всю историю судно уже найден это почти метровый барельеф у самого носа осталось только его разгадать читаются два образа символа раковина и дельфин первое может быть связано с именем святого иакова покровителя паломников и странников этим знаком принято отмечать маршрут к мощам святого в северной испании путь святого иакова раковины там повсюду похожие изображения часто встречается в одежде папы римского и даже само название моллюска так и переводится пектен пиль гримея гребень пилигримов все смыслы ведут к паломникам теперь дельфин и нет это не морской змей а именно дельфин несмотря на чешую похожие держат флаг адмиралтейства и прячутся в решетке на оничковом мосту это один из древнейших символов смысл которого сегодня утерян объясняет сотрудник института археологии академии наук айвар степанов в раннем христианстве это символ самого христа спасителя как в общем то и просто рыба но эта символика она очень глубокая и она к сожалению для нас очень утрачено этот элемент вместе с дельфином но может читаться как корабль специально предназначенный для быстрой доставки паломников либо на остров коневец где существовал монастырь и паломничества совершались до революции либо на остров вала либо и туда и сюда к этому голландцу команда дайверов один экспедишен уже в третий раз приезжает из города где нет выхода к морю из орла после погружений в красном море и индийском океане ладога и и 4 градуса тепла это вызов ладожское озеро очень суровое и до революционной россии вообще многие страховые компании даже отказывались страховать корабли которые здесь передвигались шторма здесь очень быстро вода разгоняется вода пресная короткая волна и высокая высокая да то есть при короткой волне и его высоте надо кораблю приходится преодолевать такой чистоковый забор и вот на закате экспедиции суровое ладожское озеро делится еще несколькими артефактами бутылку и в этой коробке новые версии и безмолвные свидетельства пока остается только догадываться что видели эти предметы и о чем могут рассказать так не ответами а новыми вопросами закончилась наша экспедиция а вместе с ней и сезон для водолазов конечно это не последнее исследование в этой точке ладожского озера как говорят подводные археологи каждое судно нужно суметь разговорить и на этот диалог могут уйти годы полина ганичева пульс города